Вот такие приколы. Это у нас Daws Swimmer от Jackal 220. Это у нас Magnum Jointed Claw от Guncraft. Ну и взял 140-ой X140 Megabass и Megabass Big M для каких-то глубоких мест, там может что-то пробить. В основном, конечно, я буду ловить сегодня на вот это, на этого монстра. Время мамок наступает, так что поехали. И спокойно ловлю. Я думаю, с мясорубкой так вряд ли получится. Потому что, чтобы ловить на такую огромную приманку, как я кидал до Megabass X140, это нужно, не знаю, ну очень мощная и палка, и катушка, и вообще всё. А здесь у меня всё и мощное, и одновременно деликатное, и позволяет просто поменять тут же приманку и ловить. Вон там что-то плещется, кто-то кого-то гоняет. Так. 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 А вот... Так. К слову, чтобы анимировать такие карандаши подобные минул, жесткая палка это плюс с ними, он летит вообще на тот берег, вообще очень мелко, вон мальки бегают. Кто-то их гонял, наверное совсем небольшое что-то, хотя и это небольшое должно позариться на мой X10 на глазах. Вот такая, кстати, килограмм примерно, только сказал, что-то должно позариться, и оно позарилось. Сидит на тоненького. Не менее килограмм. О! Ой-ой-ой, глаз травмировался немного. Так, ладно, сейчас отключу. Короче, такая вот небольшая щучейка. Не, конечно, тут у меня никакого килограмма нет, грамм наверное 800-650. Ну, начало положено, но мне нужно, чтобы клевало на крупняк, поэтому сейчас идем дальше. Так, делаю я переход. Может показаться, что все прикольно, вроде рыба клюет, но на самом деле, судя по этой рыбе, я пока еще ничего не могу сказать. Потому что это еще может быть не полувозрелый шнурок. хотя, в принципе, в таком, если это самец, он уже вполне себе может начать питаться там, сделав свои дела все. вот у нас клещи моих вот так вот ножкой, чтобы им пусто было и осматриваемся. в целом, клещей сейчас немного, могу сказать. Вообще немного, легко они обходятся. видно их на тростинках, так что можно передвигаться. В общем-то, не просто. В общем, это было, конечно. И я, кстати, плавал. И я, кстати, не знаю. В общем-то, я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну тут везде мелики. Я их очень быстро пробиваю. Задача поймать хотя бы полторашку. Сегодня, если это удастся... Опа, черепаха! Там черепашка сейчас с песка прям оп... В воду. Уже вылезли. Приманка массивная, конечно. Вот этот ладик, он потому что... Ну он прям толстый, вы видите. То есть это прям... Это жир. Поэтому на него не любая субтильная щучка бросится. Скорее всего, если бросится на него, то это будет что-то уже такое нормальное. Ну, по крайней мере, для малой речки нормальное. Вот у меня есть с собой... Ганкрафт Магнум 230-й. Вот на него кидается в том числе и мелочь, потому что отошла. Вон она, прям стрела. Блин, на мелике грелась. Но она, скорее всего, небольшая. Стрелка пошла вон муть. Наверное, на камеру не видно этой мути. Ладно. В целом, я и не рассчитываю на таких, кто стоит вот в таких местах, потому что это... Ну, это не засада. Она просто здесь стоит, там, греется. Когда она будет питаться, она уйдет куда-то, где ее не будет видно. Это уже отбойная струя, мешает ему разворачиваться. Не, ну, глазами он блещет, когда у него роллинг происходит. Это, конечно, прикольно. Глазки мерцают, как... Какой-то хитрый тварь. Блин, выдавливает уже немного в сторону. Он объемный, блин, поэтому он парусится. Я в сапогах, так что могу передвигаться комфортно достаточно. Так, ладно. Включусь, наверное, там подальше, где будет более перспективное место. Насчет размера приманки. Кто-то скажет, вот, это уже там что-то ненормальное, огромная приманка, нафиг надо, можно наловить. И на обычный воблер, зачем вот это? Ну, я отвечу так. Это же рыбалка. Мы все рыбачим по-разному. Кому-то нравится рыбачить на одно, кому-то на другое. Есть куча видов рыбалки, есть куча способов поймать щуку и так далее. И краеугольным камнем является то, что если для тебя цель именно поимка щуки, то да, ты можешь ходить там, не знаю, хоть всю жизнь ловить просто на джиг. Например, выбрать какой-нибудь универсальный, там, небольшой размер, да, и дубасить эту щуку и так далее. Но у меня уже немножко другие интересы, то есть мне интереснее выбрать какую-то приманку интересную, которая мне нравится, как выглядит, как она там плавает и так далее, проводится, и на нее попытаться поймать. И сделать как бы некий челлендж такой. То есть, здесь, например, челлендж в том, что, ну, приманка реально огромная, а речка маленькая. и я хочу, чтобы на эту приманку клюнула щука. И я этого добьюсь. И когда я этого добьюсь, мне будет в тысячу раз кайфовый, нежели если бы я просто на небольшой воплер там поймал очередную щуку. Поймать это не сложно. А поймать на что-то конкретное в конкретное время с какой-то задумкой вот это намного сложнее. ну и ценнее, на мой взгляд. А там уж решайте сами, что для вас важнее, что для вас ценнее, какая рыбалка ваша, какая не ваша и так далее. И все будет хорошо. Передвижаемся, смотрим все палки. осматриваемся нафиг. Пока я тоже на штанах ни одного не подержал. Так что нормально все. Сейчас тут пару забросов и дальше. ниндзя-глайдер. Нинджа. есть. ниндзя-глайдер. 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 Так, ладно, надо быстренько с ней разобраться, потому что здесь много народу ходит. И как бы не надо тут светиться. Вот такая грамм 800 пойдет с горчика. уже народ там сидит. уже народ там сидит. ротик-ротик. 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 вот так сделаем. Вот так сделаем. Сейчас сфоткаем. развлекаться мелочугой. ротик-ротик. Потому что он мне наверняка что-нибудь поймает. А крупная пока неизвестна. Может быть еще она не на точках. Так. Что-то я там нацепил. Лучше не дергать как четко. Просто подойти. Ну да, здесь какая-то палка. Дергал бы я как сумасшедший. Сейчас буду только зацеплять. Так. сахар. Ух! Хорошая! Вот эта хорошая. Тихо-тихо. Так. 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 Ух... Так. Ох... на честном слухе удар был прям аж адреналинчик вышел здесь еще на течке да это наверно килограмм с лишним что больше тихо 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 бабуля да нормальная рыба елки-палки давай уже давай уже кончай как я подошел прямо красоте так ладно сейчас я ее но это даже килограмм полтора точно это больше возможно даже чем полтора килограмма нормально ой все заляпан короче пойдет с горчичкой да щучка уже нормально для малой речки прям товарная и она гипер злая прям это суженный ну чё поймана конечно не на крупняк немножко не дошел я блин только заменил и буквально сразу пришел на точку она влетела наверняка я крупняк бы съела ладно сейчас будем отпускать щучку взвесил в общем она 2140 быстренько отпускаем 2140 это уже нормас все можешь не прикидываться давай прям красиво здесь рыба нет никогда мелко и непонятно почему но вообще не стоит даже шнурки никогда не стоят я редко-редко я здесь ловил но почему-то здесь как-то странно в основном ничего нет здесь клещей до хрена вот что здесь есть но пока за сегодня я только одного клеща на коленку сюда вот посадил а больше не было остальных я всех видел всех обошел сбил ногой как обычно это дело за куточком классный нет никого кто хочет съесть 230 ну судя по всему отдельных особей уже которые готовы есть можно зайти что я сегодня и сделал в принципе я думаю что если там стояла и крупная приманка то все равно она бы сожрала ее потому что удар был такой силы злой я офигел хорошо это все заснялась что-то сегодня везет обе поклевки и обе прям на камеру произошли красота солнце он как вышло из-за тучи не погодка сегодня прям супер речка супер и вообще очень нравится что буду дальше продвигаться есть там еще несколько местечек посмотрим докуда успею дойти но вообще я немножко из графика выбился не успеваю на места где еще хотел половить вот возможно не успею сегодня но принципе 2 рыбешки за сегодня 1 причем 2 100 там 2 140 слип слип гриппом я ее взвешивал ну округлить можно короче 2 100 примерно лип грипп там грамм 70 есть вот не дурно не дурно рыбки просыпаются значит мы будем их ловить атака была стремительно жалко я не записал так 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 не надо так себя только ушла ну что ганкрафт 230 magnum прям прям на глазах куда сюда откуда из корней вылетел прям вы видели как вообще неплохо погрызло ганкрафт 230 magnum кстати здесь практически никогда не брала такая где-то килограмм наверно круто сейчас был промах щука килограмма два промахнулась на струе заделала по воблеру мордой ну блин сейчас я их буду долавливать пытаться блин ну красивая атака жалко не села здесь было вот оно вот блин я надеюсь было видно могла уколоться собака блин могла уколоться жесткий уже был укус да и нам такая на баку свалила боли она короче она короче встает опять эту травку сейчас надо попытаться взять ее сейчас даю ей чуть-чуть встать обратно и снова пытаюсь это два на два он то вот вот а Елки-палки, блин, вот косая. Сейчас она, может быть, обратно встанет, если она не убилась в этот раз. Потому что контакт был нормальный. Ну, блин, могла почувствовать, конечно, что это какая-то грёбанная пластмасса. Насторожиться могла. Но если сильно голодная будет ещё атаковать. Надо постоять. Надо постоять. Так, ладно, включусь. Если сядет, наверное, атаку уже не получится заснять. Но если сядет, включусь. И посмотрим, кто это. Я ставлю, что это килограмма два. Насторожилось, не доловилось. Нифига. Эти промахи по 230-му воблеру мне, конечно, очень сильно нравятся. Ладно, пофиг. Сейчас попробую здесь и ещё одно местечко пробью. Да, жалко, конечно. Но она уже вцепилась. Она почувствовала, что это что-то неживое. И испугалась. Видимо, куда-то отъехала и встала сейчас где-то. Либо куда-то вот скатилась. Они так тоже делают. Она там 10 метров вниз по течению свалилась. И опять заняла какую-то точку стоит. Но я всё же думаю, что она насторожилась. И поймать будет нереально теперь. Ну а Магнум работает. Офигенно. Хорошая, нормальная щучка была. Я думаю, килограмма два, не меньше. Потому что бок, когда мелькнул, ну вот бок такой ширины был. А это уже... Это уже нормальная щучка. По коряге ударил отлично. Видос, наверное, будет долгий. По корейте ударил отлично. По корейте ударил отлично. Продолжение следует...